На днях все тверские СМИ облетела трагическая история, произошедшая в Морозовском городке областного центра. На лестнице в одной из казарм обнаружили тело молодого мужчины. Причиной смерти стало падение с лестницы. Местные жители в качестве одной из версий выдвинули облезнение ступенек из-за плохого содержания дома. Наша съемочная группа осмотрела злополучный подъезд. Поскользнулся, упал, но не очнулся. Такую версию выдвинули местные жители, комментируя смерть соседа по подъезду. Дескать, из подвала шел пар, на ступеньках образовался конденсат, он за ночь из-за сильных морозов превратился в лед, сковавший ступени. На ней-то и поскользнулся утром в субботу мужчина. Однако экспертиза показала, что гололейцы здесь ни при чем. Правда, это не отменяет всех проблем, которые скопились тут за долгие годы. Эту казарму ввели в эксплуатацию в непростом, трагическом для страны 17-м году. Там как раз революция, гражданская война, разруха. И такое впечатление, что разруха за эти сто с лишним лет отсюда никуда не девалась. То есть обшарпанные стены, облупившаяся штукатурка, разбитые окна, прожавевшая лестница. Кинематографисты любят снимать в Морозском городке фильм про Великую Отечественную, про войну. Однако здесь надо снимать фильмы не про войну, а скорее фильмы ужасов. То же самое и с Эллен Хилл. Местные жители также отмечают, все же и забыли, когда тут хоть что-то делалось. Дом с каждым годом приходит во все больший упадок. С подъезда я уже лет 10 не видал, чтобы кто-то ремонтировал. Это точно. Ну и покраски, ничего, ничего нет. Ситуацию усугубило то, что теперь казарма осталась совсем бесхозной. То есть здесь нет даже управляющей компании, которой являлся МУП Налевитана. В данный момент рассматривается возможность найма фирмы, которая бы хоть какое-то время обслуживала здание. МУП Налевитана банкрот. У него есть конкурсный управляющий, официально назначенный Даниленко. Он обратился в наш адрес, говорит, давайте, я готов вас нанять, назовите цену и так далее. Мы ему, соответственно, направили. Все пока. В этой связи у местных жителей остается только одна надежда – на расселение. Судя по всему, этот процесс наконец-то сдвинулся с мертвой точки. Собираются строить дома на улице Фрунзе. Сейчас у нас рабочая группа создается из жителей. Ну вот будут решать, наверное, какие-то вопросы там. То есть это уже реально. Напомним, что губернатору Тверской области удалось привлечь госкорпорацию ВЭБ-РФ к масштабному инвестиционному проекту. В его рамках в микрорайоне «Юность» для жителей расселяемых казарм уже начинают строить современные дома. Сам же Морозовский городок после реконструкции превратится в современный стильный квартал. Куда теперь точно перестанут приезжать кинорежиссеры за картинкой военных лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова